Плеть вот так двезят, тут ничего в грудне нету, плашмя какие-то, говорю, мамочки мои родные, да что ж такое, и главное, все 15 человек стоят, и все худенькие, прихуденькие, в армию к нему уже стало брать, чёрт ты, Надь, не пойму, а мы тогда вроде полуголодные, вроде ничего этого не видели, с Москвы бывало, если поедешь, привезёшь, и это апельсин ему дарит, это ж было что-то, или шоколадку, а сейчас, а вот на тебе. Или природа, или слишком накопили заразы химические, всё кругом, всё же она выделяется, плюс сейчас эту заразу, как вот в Белоруссии обнаружили, везли эти радиоактивные отходы откуда-то из Германии, что ли, или ещё, через границу, значит, деньги получили, вот, контейнера через границу перевезли, и в лесах Белоруссии всё посвалили. А их сейчас и контейнера стали делать не так, как положено. Контейнер с радиоактивными изотопами положено так делать. Во-первых, сам по себе, там толщина громадная должна стены быть металлических раз. Во-вторых, свинцовая оболочка 10 миллиметров должна идти вокруг стальной этой. После, значит, должно из этой смолы тоже не меньше десяти. Вот. И только потом на глубине 30-50 метров это всё захоронить. Кстати, в Подмосковье такой же додумались, под Москвой, самые крупные в России кладбища радиоактивных изотопов. Это ужас. Души отправляли, чёрт, куда-то, в Сибирь бы, что ли, в эти леса. Ну, разве здесь можно? Мне вот тогда, сейчас что-то не стали показывать. А то показывали, это механическая рука, берёт, значит, контейнер, раздвигаются тройные. И туда, значит, на глубину 30 метров их опускают. Опять всё задвигается, всё кругом. Ну и сколько? Ну, сто лет они прилежат. А потом-то опять начнёт эта зараза себе выделяться. А в Сибири у меня брат Михаил служил Канск-3. Под Красноярском. Это тайный город, сейчас уже он, конечно, не тайный, а тогда-то он был тайный, под землёй. До 30 машин туда входило. И вот там как раз и порошок вот этот они получали, а потом вывозили этот порошок куда-то в Абакан. Там, во-первых, строгость, как он тогда рассказывал. Вот показывают иногда военное кино, немцы стоят, ноги врозь и автоматы. И точь-в-точь, значит, в Канске-3, в этом подземном заводе, около каждого цеха, у каждого свои пропуска, там уже в другой не войдёшь. И вот они конечную продукцию в мешочках, вот в таких маленьких, в сопровождении пятерых автоматчиков, в Абакан отвозили. А там испытание в то время шло. Ой, Господи, так что сейчас, ну-ка, не поймём. И там озеро, вот из-за Урал, когда заедешь, там озеро. Сейчас обваловка этому озеру равна высотой 12-15 метров. Уже до того радиоактивную жидкость спускают туда, а сама эта открытая. И вот, говорит, птица летит, а размер, говорит, этого озера чуть ли не 100 на 100 метров. И, говорит, прямо ком падает. И частично оттуда, с этой, значит, накопильницей вода стекает, обратно речка идёт. И вот водители через мозг, говорит, со скоростью 100-120 километров, стараются пронестись через эту речку. И куда вот сейчас она? Они сначала обваловку сделали 8 метров, потом 10, сейчас уже 12-15. Ну, а потом-то, хошь не хошь, она где-то прорвёт. Вот, вы посмотрите, какой чан этой заразной воды-то. А она ведь всё равно от солнца-то, с паренью-то идут. Все сюда к нам, к нам. Ну, поэтому, видимо, и здоровье стали появляться. Такой интересный анекдот, он там в газете. Говорит, какая-то несовместимость. Гусь вроде, говорит, свинья не товарищ, а у нас, говорит, пугает свиным и птичьим, говорит, грипп. А так, говорит, по идее, гусь-свинья не товарищ. Ну, и действительно. Ведь мы тогда не знали ни простуда, ничего. Босиком гоняешь, приходишь, бывало, зимой. А зимы-то какие были? Правда, вот эта зима неплохая, если б не подтаял. Снег был, было б снегом много. А мы же тогда с этих, с крыш, то они соломой крыто были. На самодельных лыжах, на конце лыж веревка, а этих направляющих не было. Лыжи-то так вот. И катались. Утром встаешь, дверь не откроешь. Хорошо, если у кого она все не открывалась. А у кого открывалась на улицу, не откроешь, все завалено. Вот. И начинаешь дальше. Туннели прям прорывали, окопы целые бывало кидаться, а снег был упрессованный, прям режешь его квадратами, окопы делаешь. Так что было плохо и было весело. Ладно, спасибо вам. Да на чем, задержал я вас на суставе.